всем доброе утречко время 10 утра я только в 9 встала кофеечку попила сегодня у нас 15 января понедельник я сегодня работаю хорошо что во второй половине дня они с утра завтра у меня будет счет выходной завтра буду уборкой заниматься там кофе я уже попила вторую кружку позже выпью вот перед тем как на работу идти что не сообразила надо было третью кружку заварить с собой еще кофеечку взять придется еще раз сварить вот у тебя включила свет чтоб просто не было поярче покрасивее так что у нас делается на улице какая у нас погода в подмосковье потеплело даже в квартире чувствуется всего минус три с половиной красота снежок идет дороге ну чистят так в понедельник все время 10 уже все уехали на работу я сегодня во второй половине дня работаю хорошо что полдня они 11 часов и не 7 и 9 все-таки полдня полегче возьму с собой кофе и там пару бутербродов перекусить чисто можно было вообще не брать потому что рабочий день 6 часов всего вот но если 6 часов то в принципе перерыв положен на чай хотя бы 15 минут ну в принципе так 16 до 22 ну в принципе если рабочий день не более 6 часов принципе не положен перерыв но все равно 6 часов без перерыва ну никак как 6 часов без перерыва ну хотя бы там в туалет бегать пару раз надо ты кофейку чашечку выпить ну прямо хотя бы там на ходу из термоса из этого ну как 6 часов я понимаю 6 часов да можно 6 часов не есть но ты же еще тратишь три часа на дорогу полтора часа туда полтора обратно ты же выходишь из дома то намного раньше есть равно захочется то возьму пару бутербродиков может перед работой их съем тогда спокойно 6 часов просижу посмотрим еду надо взять все таки уезжаю вот я уйду ну пойду надо будет выходить часа за два да значит два часа из дома выйду вернусь в 11 все равно прилично получается девять часов меня дома не будет так на стройке работа кипит кран крутится чего-то они там работают и работают они счет стрелу про по ветру даст с какой страны ветер в ту сторону стрела если кран не рабочий то есть против не против ветра стрела по ветру по моему стоит всегда вот он счет крутится не вижу чтобы там работали чем там ну ладно работают краны вчера до полвторого ночи там работали я случайно увидела касс что-то они там едем вторая смена там до полвторого я поздно вчера легла у меня опять белье стиралась до часу ночи и телевизор смотрел до часу ночи что-то соловьёва слушала но я его и практически не слушала я там телефон не ковырялась потом вышла в час дом надо белье постиралась дом надо повесить но мне сегодня не рано вставать поэтому попозже легла я днем вчера часок поспала поэтому я еще в 12 ночи тут чай пила сидел на кухне мне не хотелось есть ой спать не хотелось потому что я днем выспалась вот но но уже где-то в час ночи уже в начале второго я все-таки решила что надо все-таки спать ложится так на завтрак я съела два сырника и кофе ничего не хочу с собой возьму бутерброды перед уходом вон еще два к сырника с кофейком съем и поеду вот вторник у меня выходной среду короткий день семнадцатого выходной длинный день выходной короткий день выходной короткий день выходной длинный день выходной длинный день к say не знаю кто эти сегодня должен аванс прийти надеюсь аванс будет теперь побольше если нам оклад на 10 процентов повысили может так у вас будет побольше немножко Посмотрим. 15 число. У нас теперь наоборот как-то. Я вообще никак не могу понять, когда у нас аванс, когда зарплата. Раньше было все наоборот. Аванс был 23-го, там 26-го, а зарплата была 6-го, 8-го. Теперь все наоборот. Теперь аванс 15-го, а зарплату они обязаны выплатить до последнего дня месяца. То есть зарплата теперь не 8-го, а получается на неделю раньше дают. В последний рабочий день они должны оплатить все за месяц. То есть зарплата 31-го января будет. Если это не выходные, не суббота, воскресенье. 31-го, да. Вот 30-го, 31-го за январь зарплату дадут. Премия будет за декабрь. У меня она будет маленькая, потому что я в декабре 10 дней была на больничном. Поэтому не скоро выровнится. Ну хорошо, что оклад повысили, значит за январь уже зарплата будет побольше. Все равно маленькая. Оклад у нас смешной. Я когда из поликлиники увольнялась в 2018-м году, да, уже 5,5 лет прошло, в этом году шить будет. У меня под конец оклад был, только один голый оклад был 35 тысяч. У меня сейчас зарплата такой нет. Не то, что оклад. Вот. Оклад был 35 и 50 процентов премия. Ну то есть получается где-то полтинник. С чем-то. Короче, на руки 44 чистыми я получала. Это 6 лет назад. И вот с такой работой я психанула и ушла. Ну потому что тяжело, тяжело в регистратуре работать. 16 лет. С людьми вообще тяжело работать, а с больными тем более. Я еще удивляюсь, как я там 16 лет выдержала. Меня надо спасло. Я же последний раз, я же третий раз оттуда уже увольнялась. Я же до этого два раза увольнялась. Первый раз даже устроилась туда в 2001 году. Вот тут, прямо рядом возле метро, планерная. Поработала. Я даже года не поработала. Месяцев 10 уволилась. Я просто не выдержала. Я даже до отпуска не доработала. Так тяжело было. Еще там старые бабки, старые Грымзи работали, которые по 30 лет там отработали. Одновредная была. Постоянно докапывалась до меня. То карты я не так поставила, что их подбить надо, чтобы ровненько стояли. Что-то их, говорит, спудоражило все, криво стоят. Вот докапывалась до меня каждый божий день. Еще подслушивала, что я там по телефону отвечаю. И начинала, если что, неправильно говорила, она начинала орать, что сегодня там, допустим, не 15 число, сегодня не четверка, а среда. И вообще ты спишь на ходу. И вот так орала на меня каждый день. А так как я до этого 8 лет не работала, я действительно тугу соображала. Я привыкла дома сидеть. И для меня без разницы было, какой день недели, какое число. Тоже приходила в магазин и не могла вспомнить, какой сегодня день недели. Поэтому я решила пойти работать, чтобы совсем не отупить. Думаю, хоть куда пойду, лишь бы при деле быть. И чтобы мозги хоть работали немножко. Дома вообще тупеть можно, действительно. Потом, значит, вот я уволилась. Еще полтора года дома просидела. Потом уже сын в третий класс пошел. Думаю, ну надо идти куда-то работать. Ну а куда идти? В Подмосковье мало платят. Значит, куда-то в Москву ездить. А куда ездить? Надо поближе к дому. Опять же, пошла в эту же поликлинику, вернулась. Думаю, может, эта бабка ушла уже на пенсию куда-нибудь. Она еще не ушла. Но я думаю, фиг с ней, как-нибудь сработаемся. Не буду на нее внимания обращать. Вот. И потом, ну она там поработала какое-то время. Потом уволилась. Новые пришли люди, более-менее такие нормальные. Девчонки пришли. И поработала я там. В 2003-м я вернулась. В 2010-м, что ли, году я что-то взбрыкнула, уволилась. Ну правда, а, я решила, что я в Подмосковье работу в Химках найду. А пошла здесь в поликлинику насчет работы узнавать. Нет, чтобы узнать сначала, потом увольняться. Нет, я психанула, уволилась. Пошла насчет зарплаты узнавать насчет работы. А зарплата тут оказалась, то есть половина той, что у меня там была. То есть, ну я пришла, они мне говорят, ну будешь ты работать со всеми накрутками? У тебя, говорит, выйдет, ну там, допустим, я не помню уж сколько, но, допустим, 18. А в Москве 35 выходила, 36. Думаю, что ж я буду так же мучиться, только зарплата будет в два раза меньше. Думаю, лучше в Москву ездить. Тем более тут до метро 10 минут. Короче, пошла через две недели назад проситься. Меня взяли. Ну, потому что зарплаты еще не очень были большие. Как-то неохотно туда люди шли, меня взяли, короче. Ну, лучше взять того, кто уже знает работу, чем нового обучать. Вот, вернулась через две недели. Еще четыре года проработала. В четырнадцатом году опять психанула. Пошла увольняться через четыре года. Я вот заметила, у меня там каждые четыре года, ну, нервишки сдавали. Ну, то есть все. Четыре года работаешь спокойно, потом нервы сдавать начинают. Я, короче, пошла увольняться. Вот. А у нас мы стали филиалом. Надо было в главную поликлинику ехать. У нас, по-моему, пять было поликлиник. То есть главные четыре филиала. Поехал, короче, увольняться. А мне говорят там, зачем увольняться? У нас работать некому. Давай ты к нам вот перейдешь. Может, ты там вот, типа, как устала на одном месте, все надоело. Давай к нам. У нас работать некому. Она тут, видите ли, увольняться собралась. Короче, они меня уговорили. Я перевелась в главную поликлинику. Думаю, ладно, новый коллектив, новая жизнь. Ну, правда, стресс для организма. Я сразу на десять килограмм похудела от стресса, блин. А потом заболела еще на десять, похудела. Вот. Поработала я у них еще четыре года. Потом уволилась. Ну, когда уже уволилась за полтора года до пенсии. Думала, доработаю. Но нервишки, как всегда, сдали. Я через четыре года уволилась. Не могу на одном месте больше четырех лет работать. Кстати, здесь я тоже пятый год работаю. И чувствую, что нервишки сдают уже. Но я все-таки подумала, перезагрузилась и как бы настроилась еще пять лет поработать. Ну, зачем, зачем? Ну, работаешь. Ну, сиди, работай. Делай свою работу. Приходи вовремя. Делай свою работу. Ведь ничего больше не требуется. Просто сиди, работай. Спокойно. Тебя никто не трогает. Ты никого не трогай. Вот. Ну, если спокойно сидеть, можно еще пять лет поработать. Ну, так же, как там. Ну, нервишки сдают. Ну, отдохни, поспи, выспись. Ну, может быть, отдыхать надо, в отпуск почаще ходить. Хорошо, что... Мне вот это даже нравится, то, что отпуск стали на две части делить. Я бы даже на три поделила. Ну, чтобы так нервишки сдают, раз взяла недельку. Отдохнула. А то в том году у меня так неудачно получилось. Мне пришлось с сентября до сентября ждать отпуск. Даже не 11 месяцев, а 12. Вы у меня конкретно нервишки сдавать начали в том году, под конец года. Ну, потому что целый год без отпуска очень тяжело. Как-то неудачно я его спланировала. Точно нервишки сдавать начали. Короче, ладно, ребятки. Какие у меня дела? Мне же сегодня на работу. Время 10. В 2 часа? Нет, в 2 часа уже выходить надо. Значит, я полтора часа только собираюсь. Короче, после 12-ти мне надо будет покушать ещё раз. Через 2 часа ещё раз попью кофеёчку, поем, перекушу и буду собираться на работу. Душу уже приняла, голову помыла. Вообще-то мне надо опять волосы красить. Так, у меня краска ещё есть. Три пачки осталось. Было 8, осталось 3. И, по-моему, осталась какая краска? По-моему, нормально осталась. Которая золотистый кофе, она менее чёрная. Она ближе к тёмно-коричевому. Потому что та чёрная, которая написана каштановой, я думала, волосы светлее будут, а они, наоборот, темнее стали. Чёрная почти. Вроде у меня каштановая краска осталась. Сейчас посмотрю. То есть не каштановая, а кофейная, наоборот. Да, по-моему, хорошая краска осталась. Золотистый кофе. Сейчас посмотрим. Но я сегодня уже не буду красить. Я голову уже помыла. Нет, блин. Чуть не выргулась. Тёмный каштановый, блин. Ещё одна противная краска осталась. Если её передержать, волосы чёрные. Короче, покрашу. Может, завтра покрашу. Выходной. Завтра покрашу. У меня всё на завтра опять спланировалось. Всё на один день. На один день. Продукты у меня есть. Я, наверное, не пойду завтра в магазин. Надо будет с утра сходить в парк погулять. Потому что погода хорошая. Потеплела. Прямо замечательная погода. Вот сейчас. Прямо как новогодняя. Смотрите. Прямо как в сказке. Снежок идёт. Так красиво. Сейчас буду в парке погулять. Но я уже не успею. Не, на работу всё. Я сейчас отдохну. Посижу в интернете по лазе. Вот. А завтра с утра схожу в парке погуляю. Потом приду. Волосы покрашу. А потом буду уборку делать. Ну, главное, чтобы вода была. А то вот я сегодня, честно говоря, я же вот сейчас голову всё равно мыла. Могла волосы покрасить. Но я побоялась, что отключат воду. Представляете, вот так вот краску нанесёшь на голову, они возьмут воду, вырубят. И что делать? А мне на работу. Поэтому перед работой я побоялась волосы красить. Нафиг. Буду красить завтра. В магазин надо порезать ходить. У меня полный холодильник еды. И мне, в общем-то, ничего не надо. Блин, мне надо... Может, мне сейчас ногти покрасить? Надо покрасить. Я их крашу перед работой. И, видимо, они у меня не успевают просохнуть. Я их половину сдираю пока, вот, одеваюсь. То есть, приезжая на работу, смотрю, ногти помятые, ободранные половина. Потому что они у меня не успевают просыхать за 10-15 минут. Вот сейчас надо покрасить. И снизится компьютер. И я ничего не трогать. И тихонечко, аккуратненько сидеть. Я думаю, надо минут 20-30, чтобы они высохли. А я крашу прямо перед выходом из дома. И порчу, короче, ногти только. Вот сейчас есть время заняться. Надо заняться. Так-то я уже душ приняла, голову помыла. Можно даже шапку сегодня надевать. Наверное, феном сейчас уложу. Наверное, без шапки поеду. Я вот думаю, раз на улице тепло. Всего минус 3,5. Думаю, может в куртки сегодня поехать. Куртка теплая. Там верблюжий наполнитель, верблюжий мех. Она такая, ну, не до колена, чуть повыше сантиметров на 10. Но она удлиненная куртка. Одену брючки потеплее, которые. И вот в этой куртке, наверное, поеду. И шапку надевать не буду. Может, я её с собой возьму, но надевать не буду. У меня капюшон там на куртке накину. И вот, чтобы прическа не портилась. Может быть, в капюшоне. Может, без шапки сегодня поеду. Возьму её с собой, чтобы с работы уже не важно, там помнётся прическа, не помнётся. Кстати, у меня пока волосы до конца не просохли, надо пойти их уложить феном. Красиво уложить. Пока они ещё влажные. Потом с ногтями разобраться. Чуть-чуть их подпилить, покрасить. Потом где-то часиков 12 я ещё раз попью кофеючик. Ещё сварю с собой. Возьму кофе с бутербродами на работе. Может быть, перекушу. Вот. Если бы часа на 4, я бы вообще еду не брала. Но 6 часов всё-таки многовато. Плюс 3 часа на дорогу. То есть есть всё равно захочется. Либо до работы, либо после. Ну, после работы уже некогда там есть. Но перерыв-то 10 минут всё равно положен. Чё ж я за 10 минут два бутерброда не съем. Всё, ребятки. Ладно, пойду я делами заниматься. Сегодня уже ничего не буду снимать. Потому что приеду поздно. В 11 уже не до чего будет. Завтра, может, что-то поснимаю. Может, ещё что-нибудь расскажу. Про бабку Лизку. Лизу. Раз уж про двух бабушек рассказала. Надо про третью рассказать. Но потом ещё там из детства какие-нибудь воспоминания интересные. Про бабушку, наверное, не так интересно. А вот про свои ощущения. Про детство. Там, конечно, много интересного было. Вот как ребёнок детство воспринимается. Тоже интересно. Кстати, я думаю, всё-таки... Не знаю, может быть, конечно, дети разные. Но всё-таки очень много зависит от... А в каком окружении ребёнок находится в детстве. И что его окружает. Должно всё-таки что-то красивое окружать. Интересно, вот... Ну, это ещё наследственность, конечно, сказывается. Вот всё это так интересно. Мне вот интересно, почему вот одни люди рождают нормальные, а бывают какие-то вот маньяки, там, изверги. Вот как они в детстве, где они жили, как воспитывались. Мне вот это интересно. Почему у них сдвиг по фазе произошёл? Либо это заложено в человеке, в генах, либо вот окружающая среда так сформировала человека. Тут вот это не так интересно. Почитаю потом, где-нибудь найду что-нибудь. Ладно, всем пока. Пойду я себя в божеский вид приводить.